У нас мало, мы умираем от этой рыбы, а вас это не интересует. Нас мало, мы умираем от этой рыбы, а вас это не интересует. Новая забастовка. Теперь на Дальнем Востоке рабочие рыбоперерабатывающие предприятия забастовали. Они жалуются на низкий уровень зарплат, на обманы, на невыносимые условия труда, работы. Друзья, это видео о том, что и как делает из россиян. Рабов и как этому сопротивляться. Знаете, всегда, когда я слышу, что мы рабы, из нас сделали рабов, у меня внутри все негодует и возмущается. Как это так? Я человек свободный, у меня есть чувство собственного достоинства. Не могу я смириться с тем, что я или кто-то, русский народ, рабство. Так, почитал письмо, все понятно, но какой у нас с вами справа разговор? Вы пишите, мы начинаем работать над этим. Вашим обращением. Но не выйти на работу, согласно всех законодательств, это тоже неправильно. Вы должны предупредить, согласно законодательству, предупреждайте за три дня до того, что вы отказываетесь от выхода на работу, отрабатывайте три дня, через три дня вы спокойно не выходите на работу в ожидании, пока не решится вопрос. Вот это будет честно, правильно и открыто, потому что весь период, честно говоря, никто из вас даже заявление написал. Стоит барин, руки в брюки, руки в карманы, все нормально у него. По формальной точке зрения он прав. О забастовке человек должен, работник должен предупредить за три дня до самой забастовки. Три дня он дорабатывает, после этого имеет право не выйти на работу, проявить свое неповиновение и так далее и тому подобное. И в то же время, что усугубляет, я бы сказал, вину работников, он говорит о том, что за все время заявлений не было от работников. Это то, о чем я вам говорю из раза в раз. Друзья, хватит молчать. В Советском Союзе мне рассказывали, что люди уже в прописях учились писать, мы не рабы, рабы не мы. Не мы, то есть не могут сказать. Жалуйтесь, выдвигайте требования, составляйте петиции, коллективное обращение. Жалуйтесь, не молчите. Пусть о ваших проблемах узнают все. На предприятии, в городе, в заводе. Да, вы будете скандалистом. Вас начальство будет ненавидеть. Власть будет на вас криво смотреть. На вас могут возбуждать какие-то административно-уголовные дела. Да, жизнь заставляет вас этим заниматься. Заниматься политикой, общественной деятельностью, стать активистом, но не молчать. Потому что тот, кто молчит, тот раб. Почему рабочие ждали, терпели, невыносимые условия. Почему надо уже до последнего, до красного коленя, до белого коленя довести людей. И вот только тогда они открывают рот, начинают что-то требовать, что-то просить, жаловаться. Почему так? Обещание какое? Мы начнем с первого месяца. Смотрите, зарплату. В январе. В январе же получили зарплату. В январе. Да, все. Мы все зависим от количества продуктов. То есть, соответственно, если вы сейчас, как видите, сколько заполняют? Вы есть там? Да, ну, не заполняют, работали уже, считай, тоже. В общем, 150 тысяч вы за полмесяца сейчас заработали. Это все идет от выпуска. Но мы не можем вам заплатить 100 тысяч рублей за тысячу тонн долларов. Мы не можем так. Нет, это сколько. А мы просто так не можем. Мы все будет на зарплату. Мы не готовы. А зарабатываешь 30 тысяч. Это нормально. Видимо, эта девушка бухгалтер, она очень тихо говорит, я вам повторю, она говорит, что мы сейчас не знаем, сколько вы заработали, мы вот там потом расчет проведем, и, возможно, вы уже по 50 тысяч зарабатывали за полмесяца, то есть в месяц 100 тысяч зарплата, то есть зарплата бешеная. Возможно. Что мы слышим от работников? Они смеются в голос. В это никто не верит. Я получила зарплату, мне ребенку нечего отправить денег. Зачем? Я на этом БАДРе загибаюсь, у меня спина отваливается. Что за бред? Вы на БАДРе стоите, а кто-то с вами стоит, такие как постоянщики? Или, допустим, более трех договоров. У вас тоже будет одинаковая зарплата, даже если вы только приехали. Ну а почему у нас вакансия, об этом не пришли сказать? Почему вакансия нам об этом не говорится? Вот тут интересный вопрос поднимается. А почему в вакансиях, о всех этих подводных камнях этой работы, профессиональной деятельности, не было ни слова? Обещали золотые горы, как водятся. Все было красиво, как в сказке буквально. С зарплатой 50-100 тысяч рублей человек здесь реально считает себя чуть ли не нищим. История кировчан, которые переехали на Дальний Восток. И вот здесь фотографии девушек и парней, которые перебрались туда и получают баснословные деньги. Они сразу нашли себе работу, ну или не совсем сразу, но все-таки нашли потрясающие, потрясающие доходы у них там. Приезжайте, ребята, на Дальний Восток, там вас ждут золотые горы, там вас ждет замечательная, прекрасная, безоблачная жизнь. А вот еще моя работа на Дальнем Востоке. Решилась на вахту раздельщицей рыбы. Дом не вижу, зато при деньгах и с работой. Вот видно, молодая, здоровая, даже симпатичная женщина. Вот у нее зарплата за полгода почти 500 тысяч рублей. Вы представляете, о каких деньгах-то речь? Господи! Миллион двести тысяч в год дала свое согласие, подписала контракт и вернулась домой отдохнуть. А вот еще, кто нужен на Дальнем Востоке? Это крупнейшая комсомольская правда, понимаете ли, рассказывает. Смотрите, рыбная отрасль, средняя зарплата 75 тысяч рублей. И это еще с оплатой проживания, питания, страховки, медицинским обеспечением. Ребят, все для вас, только приезжай, только подпиши контракт, будь согласен на кота в мешке, но у тебя жизнь сложится. Поехала от вакансии, не вакансии, а от 65 тысяч рублей. Почему они не говорят, что это только начисления, а не рамки? Я вас всех предупреждал, как только вы сюда приехали. Не было рыбы, было мало рыбы, минимум 45 своих начислений вы получите. Сейчас много рыбы, вы уже заработали то, что вы заработали. И в конце месяца вы обязательно получите именно то, что вы заработали. Вот по этой системе планы труда. Если у кого-то есть вопросы по оплате труда, вы спокойно пишите заявление, приходите в бухгалтерию, можете вызвать меня, и мы все это обсудим. Начальство говорит одно, люди говорят совершенно другое. Люди чувствуют себя обманутыми. Якобы определенные вещи в вакансиях, в условиях работы не были обговорены. А давайте посмотрим впечатления реальных людей. Вот, например, группа. Здесь очень активная группа, здесь много сообщений свежих. Они спрашивают друг друга про агентство, про определенных работодателей, про места работы, про заводы. В 2016 году был на Кристалле такой завод. Кинули зарплатой за 2 месяца 60 тысяч. Почему на Зарю точно не поедете? Никому не советую ехать на Кристалл. Очень многих знакомых кинули зарплатой. Вообще реально девушке работать на рыбообработке? Или там только мужской труд приветствуется? Реально, конечно, если готовы каждый день выполнять монотонную работу на конвейере по 12 часов. Оказывается, история с обманом на зарплатах на Дальнем Востоке, особенно на рыбообрабатывающих предприятиях, это далеко не новость. Вот форум. Еще от 2011 года новости. Кто-нибудь работал на Путине рыбообработчиком? Смотрю много предложений, говорят, можно заработать неплохо. За полтора месяца 40 тысяч. Ну, хоть на природу посмотрел. Работал в Охотском, на Свободном. Проживание там хорошее, кормят бесплатно 3 раза в день, каждый день баня. Море под боком, свежий воздух, работали 12 часов. Через 12. Но много нереально заработать. Да и от рыбы тоже все зависит. Не едет никто на Путину с материка, ни на Сахалин, ни на Курилы. Какую бы зарплату ни предлагали. А если правда, везде кидалово. Проверено. Приходишь, интересуешься заработком, говорят, 80 тысяч в месяц. Это еще в 2011 году было. Сдаешь вопрос, трудовой договор с указанием суммы заключать будем? Если да, то трудоустраиваешься. Если что-то иное, спроси сам у себя, какие у тебя основания верить кому-то на слово. Короче говоря, очень много историй о том, что люди обманывают зарплатами. Что на вахте, что на рыбообрабатывающих предприятиях. В то же время в интернете полно проплаченных заказных статей, чтобы обмануть людей. Чтобы приманить их красивыми историями. Выяснил, сколько зарабатывают обычные рабочие на заводе по производству красной икры на Камчатке. Ой, люди здесь показаны. Смотрите, какое у них замечательное обеспечение. Прямо все красиво, как в кино. И красной икры-то сколько можно есть, просто наедаться. Прямо вот в горло потом лезть не будет эта красная икра. Уж сколько ее. И проживание достойное. Все замечательно. Тяжело, конечно. Но это хоть деньги не то, что дома. За копейки корячатся. Короче, приезжайте на Камчатку. А комментарии почитаем. Много проплаченных сразу идут комментариев. С накрученными лайками. А потом ниже видим. Не верьте, люди. Статья заказная. Все меньше людей приезжает на Путину. Я прожил на Камчатке более 30 лет. Вранье пипец. Сам живу на Камчатке, знаю что и почем. А почему же местное население за такие деньги не работает? На Камчатке рыбообработчики получают от 30 до 80. Какие нахрен 200 тысяч? Да не каждый поедет на Камчатку через всю страну. Скорее всего из ближних регионов поехали бы туда. Короче говоря, друзья. Кидалова кругом. С 2011 года, и это я глубже не стал искать просто то, что выплыл на поверхность. У нас что, в стране об этом не знали? Не слышали? Вы впервые, наверняка многие из вас уже знают об этой ситуации в курсе про Кидалова. И почему-то всем плевать. Ни депутаты, ни прокуроры, ни следственный комитет. Никто не расследует вот это. Почему бы не сделать вместо дебильных множества законов, сделать один нормальный закон? Ответственность работодателей за рекламные объявления, в которых они обещают колоссальную зарплату. Ответственность прописывать в трудовом договоре оплату труда. Почему этого не делаются? Это же очень просто. Почему всем плевать? По честному я вам с утра попросил, и сейчас еще раз говорю, ребят, вам надо выйти, обработать трибут. Если вас что-то не устроят, в понедельник вы тогда не уходите. Но сейчас вы нарушаете законодательство. Мы когда покупаем билеты, уписываем там ножом, просто люди уже не в состоянии. Все друг у друга просят на таблетки. А надо есть другой, а третий, а просят поставить у кого-то, или на переборах. Нам уже даже не на переборах. Вот такой зарплаты. Народ не готов. Это же день. Это уже ни в какие рамки не везет. Люди, даже узнав о том, какой должен быть у вас стоннаж за эту оплату, я не думаю, что сюда бы приехало хотя бы 10 человек. На этот раз люди твердо решили, за эту минимальную оплату труда, как вы сейчас называете, 45 тысяч рублей. Народ не готов. Вы подсказали вам все. Вот единственное, что отличает свободного человека от раба, это умение высказаться. А умение настоящего человека, человека с большую букву высказаться не только за себя, но и за того парня. Если мы знаем, я, например, ни разу не был на Дальнем Востоке, дороговато билеты туда стоит. Но если я знаю о проблеме, я не буду не молчать. Друзья, мы должны стать солидарными. Это единственный способ пережить эти тяжелые времена. Впрягаться за проблемы людей, даже если напрямую они нас не касаются. Но сегодня мы поможем им, а завтра они помогут нам. Солидарность, взаимоподдержка, взаимовыручка. Это единственный способ пережить эти времена. Этот суперкризис, который грядет. Мы должны бороться вместе за изменения системы, которые делают из всех нас рабов. Чтобы мы молчали, чтобы мы не говорили, чтобы мы не отстаивали ни своих прав. И уж тем более, куда там отстаивать права соседей, сограждан, наших друзей, родных. Нет-нет. Нам нужно заткнуться, молча сидеть и тихонечко умирать. Вы этого хотите? Только два варианта. Либо стать активными, либо... Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, делайте репосты. Поддержите забастовку дальневосточников. На этом все. Спасибо. Пока.